Таких много. Это Захарян и Головин, но он как-то, мне кажется, блеснул и сейчас как-то прекратился его взлет, поэтому я думала, он скоро вернется, но у него большие перспективы. Ну, я тоже думаю, что Захарян, Сафонов тоже, ну вот самые молодые такие, Дивеев тоже, он же тоже молодой. Подожди, Ваня, да это... Как фамилия у чувака, который из Дениса, из нашей молодой? Мостовой, да. Они с Кипром же играли. Я считаю, что из нашей мужской сборной один из самых перспективных это Андрей Мостовой. Мне очень нравится, как он играет в клубе и за сборную выходил уже вот с Кипром, гол классный, забил и, в принципе, мне понравилось, как он играет и сыграл матч. Самый техничный, я думаю, что это Федор Смолов. У него классная техника, он креативный, может творить красивые голы, забивать. Ну вот как раз-таки эти два футболиста, Захаряна и Головин, и по моему мнению, они самые такие техничные, креативные, думающие. Головин, Захаряна, Сафон. Я видела, как он обыгрывает защитника. Ой, нападающий. Думаю, что это Джики. Он такой защитник, крайний, как и должно быть, в принципе. Пусть будет Джики и Баринов. А Баринов почему? Ну, то, что он играет в опорной зоне, и я, конечно, слежу, кто на таких позициях играет, и видно, как он агрессивно там подкат идет, на грани там карточек. Ну, такой, с ногами вырывает мячи. Ну, а Джики как защитник просто. Он выбьет мяч и с ногой, и без. Я думаю, что Баринов в Джике больше агрессивный словесно, как бы он может там напихать своим. А Баринов он именно вот в подкатах, там, с мячом и с ногами все вырывает. И с травой. У Дениса Черышева. Денис, привет! Ну, это точно не Денис Черышев. Потому что он вообще последнее время не забивает. Ну, на моей памяти, когда вот еще был Артем Дзюба, у него красивые голы были. Александр Головин. Ну, Головин я точно помню со штрафных. Черышевы тоже красивые были когда-то. Сейчас что-то не забиваю. Мне кажется, это тоже вот мостовой. Такой молодой, резвый пока что. Мне кажется, у меня одни и те же ответы будут. Но я считаю, что это Захарян и Головин. Ну, потому что они как-то... Головин он даже передвигается. Ему ни в одном матче не бывает по его движению, по его вообще резкости, что ему тяжело. Ну, он всегда как-то на носочках бегает. Ну, а Захарян, он может потому, что еще молодой. Очень поэтому ему легко. Ну, Головин, Захарян быстрый, Караваев тоже быстрый. Я думаю, что Зобнин. Ну, это точно не Матвей Сафонов, потому что он еще молодой вратарь. Пусть будет Джикия. Он, я думаю, что сейчас как раз на таком уровне, когда он уверен в себе и ниже уже точно играть не будет. Ну, я думаю, что Жирков точно. У него вот сто процентов. Ну, Джикия тоже, да. Вратарь какого футболиста? Андрей Сафонов. А, кстати, Андрей Сафонов еще один из... Тихо, тихо, тихо. Лидер и тащер команды. Мне кажется, там Матвей Сафонов. Крайний матч, он очень хорошо выглядит, много моментов выручает команду. И круто, кстати, вводит что ногами, что руками. Ну, лидер это тот, кто может изменить исход встречи. Думаю, что на данный момент нет такого игрока в сборной, потому что, во-первых, каждую игру меняется капитан, а во-вторых, ну, как-то нет прям явно такого выделяющего игрока, который или в защите там все тащит, или в нападении может взять на себя и забить. Не знаю, не могу назвать, если честно. Наверное, Джики, так как он капитан там, хотя и, ну, все равно, даже когда кто-то другой капитан, кажется, что он капитан. Ну, и Сафонов, тащер такой прям сейчас для сборной. Самый спокойный. А как же его зовут-то? Самый спокойный. Головин. Мне кажется, он вообще очень спокойный. Может быть, Чершев. Самый спокойный, уравновешенный, кому все до фени. Ну, наверное, Роман Зобнин, когда он играет, он такой спокойный. Ну, Дивеев тоже, мне кажется, он спокойный больше за счет своей молодости, еще то, что он не такой опытный, не может пока держить еще. Я думаю, через несколько лет он может и будет там пихать и всей защите, и вратарю, и вообще всем. Но ему нужно раскрыться еще, он только начал играть. Денис Черышев, потому что он забивает красивые голы. Ну, я не раз выделяла головина, то, что мне нравится. Ну, в последнее время, учитывая, какой молодой и перспективный Захарян, мне нравится он. Ну, конечно, он мне еще не нравится, но он маленький. Вот, поэтому, ну, это, если судить по футбольным качествам и позиции, которые они играют, и как они это делают, то адекватно мне вот эти два футболиста симпатизируют. Ну, Головин. Нужно одного взять, да? Можно несколько? Ну, Смолов Головин, наверное, вот. Такие. Смол envиалиелоп Log. Смол. 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 Смол.